Привет! С вами Кашпуру и вы смотрите новое видео на моем канале. Сегодняшнее видео посвящено вот такому замечательному растению, как Каватея, Каватея мозаичная или Каватея нетворк. Я сейчас немножко расскажу чуть-чуть больше о семействе, из которого это растение происходит и дальше мы перейдем к ее пересадке. Каватея мозаичная или Каватея нетворк относится к семейству растений марантовые. Это растение, которое прозрастает в основном в тропиках и родом они, как правило, из Южной и Центральной Америки, но они распространены и в Африке, и в Азии, даже где-то там доходят до океана, может быть даже где-то встречаются в Австралии, не слышу об этом. В семействе растение представлено несколькими родами, есть более-менее родственными, относительно похожими. Это Страманте, Ктенанте, Маранта, все какие-то похожие наименования и, собственно, Каватеи. И самих Каватеи на самом деле тоже достаточно большое количество. Растения это травянистые и популярны они потому, что у них очень у всех удивительная расцветка. Большинство растений имеет какую-то неповторимую расцветку, которую, как правило, другие растения не повторяют. Это зачастую какие-нибудь крупные, там круглые, какие-то там шарики, там пятна, какие-то длинные полоски пестрые, снизу листья красные, сверху зеленые. То есть они все очень разнообразные, очень декоративные. Это травянистые обычные растения, они действительно декоративные. То есть когда вы говорите, хочу купить какое-то декоративно-лиственное растение домой, вот растение семейства Марантова, это самое, что не на есть прям вот декоративное направление. Потому что все они какие-то пестрые, яркие, пятнистые, полосатые, разноцветные. То есть это вот прям отличное семейство, я бы так сказал. Вот у меня рядом стоит, допустим, Строманта, Триостар, да, или Триколор, тоже. Это родственник, на самом деле, вот этого растения. И чем-то они похожи, но вот это растение более интересно с точки зрения ухода. И вот уход это и есть как самая такая хелесовая пита вот этих растений. Потому что растение семейства Марантовых, в принципе, конечно, им хорошо живется в природе. А в природе они живут в какой-нибудь Мексике, живут они в Подлеске, где тепло, хорошо, притянены более высокими растениями, деревьями какими-то, да. У них высокий уровень влажности, регулярные дожди, тропический климат, сами понимаете. То есть каждый день дождь, почва богата перегноем, хорошо дренированная почва, вода быстро уходит. Это отличная питательная среда. То есть там постоянная стабильная температура, постоянно высокая влажность, регулярный полив, еще и солнышко притеняют. И если вы сможете своему растению семейства Марантовых создать дома какие-то похожие условия, то у вас все получится. У меня это, честно хочу сказать, получается не всегда. Вот эта вот самая стенанта или строманта, кто это уже забыл. Давайте так, это строманта, которая, я ее не стал пересаживать, я ее купил зимой. И зимой эти растения лучше не пересаживать, лучше отложить пересадку подобных растений до весны. Она у меня так и стоит на самом деле в техническом горшке, вот этом магазинном коричневым с дырками. Я просто поставил ее в такой поддон с чехлом, да, получилось такое внешнее кашпо. И до пересадки я еще доберусь. А здесь уже очевидно назрело время, да, пересаживать, назрела пересадка этого растения, собственно, потому что вот мы видим снизу корешок уже один вылез из горшка. И это такой явный сигнал, что растение пора пересаживать. Растение переросло в свой горшок и пора его пересаживать. При том, что я хочу отметить, что у растений семейства в марантовых корневая система не такая прям гигантская. А особенность этой корневой системы, что, как правило, это все корешки тоненькие. Там есть некий, есть корневище, да, подобие клубни какой-то, корневище, в котором растения способны немножечко запасать воду. То есть, если вы все-таки там с лейкой один-два поливы пропустили, какое-то время растение протянет на тех запасах, которые содержатся в корневище. Но это я бы не сказал, потому что суккулент в явном виде, там, условно, какой-то там кактус, который способен летом запастись на всю зиму. Нет. Но чуть-чуть оно запасти может. Поэтому это скорее не суккулент, а просто растение, которое немножечко может запасать воду в корневище. А вокруг этого корневища множество тоненьких корешков. И они все настолько тоненькие, а вот по аналогии со всеми другими растениями, растения толстыми корнями, деревья там, крупные растения толстыми корнями, они держатся за землю, чтобы не падать, там деревья в частности. А тоненькие корнями они пьют воду. И вот марантовые, они со своими тоненькими корнями и со своей необходимостью регулярного полива, они этими корнями в основном удовлетворяют потребность в поливе. Если пересаживать методом полного обтряхивания земляного кома, полностью разрушить его, эти маленькие корешки неизбежно повредятся. И достаточно большое время потребуется растение, чтобы нарастить новые корни, и оно, очевидно, будет в это время голодать. То есть то, что вы ее будете поливать, поливать растение с поврежденными корнями, бесполезная затея, это как тушить пожар бензином. Смысла в этом никакого. Потому что заливать-то заливайте, влажную среду создали, а корней нету, чтобы это потреблять. Поэтому при пересадке вот таких вот растений, пожалуйста, не разрушайте им земляной ком. Пересаживайте их методом перевалки, сохранением своего земляного кома, потому что таким образом вы сохраняйте корневую систему растений. Теперь немножко о горшке, в который я собираюсь пересадить. Это, кто бы сомневался, в очередной раз у меня тут Личуза. Но, что, значит, меня удивило. Во-первых, я взял самую дешевую серию, я взял классик Кокаор, потому что это просто, ну, тоже высокое качество, но более низкая цена. Но следующий момент, почему я взял этот горшок, это потому что он маленький. Личуза наконец-то услышала миллионы цветоводов и перешла к выпуску горшков небольшого формата, системы автополива. Это Кашпо классика Калор 18, то есть диаметр этого горшка 18 сантиметров. Обычно просто маленькие горшки были классической формы, это классика 21, и они чуть-чуть больше. И очень часто этот размер горшка был избыточным. 18 гораздо лучше подходит для небольших растений. Но при этом нужно отметить, что вот эта вот Калоте, у неё система корневая поверхностная, она крышками распространяется влево-вправо, потому что старается занимать побольше места. И для Калоте желательно подбирать горшок немножечко скорее более широкий, чем более высокий. Классическая компоновка, когда высота равна диаметру горшка, тоже для неё подходит. В данном случае растение у меня в пятнадцатом горшке, а это восемнадцатый, то есть прирост... Ну, кстати, вот как они меряют 15, если я спокойно вставляю, и у меня тут по три сантиметра с каждой стороны остаётся. В восемнадцатом. Либо этот больше восемнадцатого, либо этот меньше пятнадцатого. Ну, примерно 5 сантиметров прирост к этому горшку получается, это примерно плюс-минус в рамках нормального размера шага для перехода в следующий горшок. Итак, вскроем нашу систему автополива. Я такие большие ножницы взяла, но на самом деле всё проще. Открывать. Система автополива состоит из вставки сепаратора, разделителя, который будет отделять в горшке воду от земляного кома растения. Дренажного слоя, который будет насыпан на вот эту вставку сверху и через себя будет пропускать влагу к земляному кому. Заливной колонне, которая одевается вот так вот, на разделительную вставку и поплавка. А поплавок, а вот от него запястика. Поплавок представляет из себя на самом деле трубка с индикатором. И действительно там есть просто обычный поплавок пенопластовый. Он надевается на такую красную трубочку, которая является индикатором. Поплавок у нас бросается. Здесь в этой трубке снизу есть насадка с кучей двери. Если она будет погружена в воду, то вода будет точно также находиться в трубке. И внутри этой трубки будет находиться наш поплавок. И когда он будет погружен в воду, поплавок будет всплывать. И вверх будет подниматься вот этот красный индикатор. А сверху есть прозрачный колпачок, закрывающий этот индикатор. И на колпачке отмечено минимум и максимум. Это уровень воды, который находится в данный момент в горшке. Минимум в горшке воды не осталось. Максимум больше этого наливать в горшок воды не стоит. И это все достаточно просто собирается. Сейчас мы туда поставим поплавок. И закрыли крышечкой и заливную горловину. Первые примерно 2-3 месяца растение будет корнями сами стремиться в дренажный слой к влаге. Потихонечку до него дорастет. И в этот период растение я буду поливать сверху. Но по прошествии этого времени я буду понимать, что корни уже находятся в дренажном слое. И я смогу вот так вот поворачивать вот эту крышечку. И заливать воду уже непосредственно вниз от заливной шахты в нижнюю часть кашпо. Но это будет так называемый корневой полис. Ничего хитого. Основная проблема растений семейства марантовых это в том, что достаточно сложно дома им создать условия, которые идеальные условия. Которые я ранее описывал, как в Мексике, где там тепло, сыро, хороший грунт. И от солнышка притеняют. И придется постараться, чтобы дома это сделать. И вот у меня, допустим, здесь в студии достаточно высокий уровень влажности. У меня здесь влажность больше 60%. И это достаточно много. И еще чуть-чуть, и тут можно будет спокойно хранить сигары, и они не будут сохнуть. Но помимо высокого уровня влажности, что хорошо для растений семейства марантовых, все-таки им нужен еще постоянно влажный грунт. И вот здесь вот прям дьявол в деталях. Грунт должен быть постоянно влажным, но не перевлажненным. Как этого достичь? Только экспериментальным путем. Насколько быстро растение будет пить воду, насколько быстро вода будет испаряться из грунта вокруг растения, зависят от внешних факторов. Они у каждого места, у каждой квартиры индивидуальные. Они зависят от температуры воздуха в помещении. Они зависят от того, как интенсивно вентилируется помещение. Это зависит от времени года. То есть летом растение пьет меньше, зимой меньше. И дать какую-то идеальную формулу, налейте 33 миллиграмма воды каждый час, не получится. То есть вы только методом проб и ошибок, методом проверки гипотез, постоянно наливаете больше, меньше, чаще. Смотрите, как ваши растения на это реагируют. И помните, я говорю, у колотеи есть некая корневища, которая способна немножечко воду запасать. Вы постоянно, чуть-чуть не доливая, смотрите где-то грань, где она начинает подсыхать и льете немножко больше. Это, на мой взгляд, вот этот экспериментальный путь, это единственная возможность понять, сколько воды требуется вашему растению и как часто его нужно поливать. В обычных условиях это примерно два раза в неделю в летнее время и примерно один раз в неделю в зимнее время, в период покоя, когда на улице становится короче световой день и воздух становится прохладнее. Получится у вас вычислить какое-то идеальное там значение, подходящее именно для вашей квартиры, ну здорово. Но базово придержитесь вот такого графика. Так, теперь перейдем, собственно, к пересадке. Если помните, я говорил, что на родине у этого растения грунт идеальный, богатый, рыхлый, питательный, полезный и все остальное. Значит, у меня здесь есть такой грунт, это решение от компании Сады Аурики. Здесь в грунте смешано, где-то там написано. Это торфо-земляной субстрат, кокосовый субстрат, биогумус и вермикулит. Ну вот биогумус и вермикулит, вот они лежат отдельно, их нужно еще будет снизить. А здесь у меня смесь торфа и земли и кокосовый субстрат вместе с ними. Это, по сути, просто пока почва. Кокосовый субстрат придаст ей некую благоемкость. То есть это не просто почва, через которую вода насквозь пройдет и уйдет. Это почва, которая часть воды в себе немножечко удержит. Дальше мы берем биогумус. Биогумус это просто продукт жизнедеятельности червей, которые перерабатывают органику в почве. И то, что после этих червей остается, это и есть биогумус. Так, смешали. Теперь в этот же грунт мы добавляем вермикулит. Биогумус был питательным добавкой. Он нам делал наш грунт богатым, как того требует мексиканская история. А вермикулит, в свою очередь, помимо того, что он тоже является влагоудерживающей добавкой, как и кокосовый субстрат, но он в данном случае будет больше нам являться разрыхляющей добавкой. Вермикулит немножечко разрыхляет наш грунт. Хотя я вот вижу, что в таких масштабах, сколько его здесь есть, на... Это у нас пакет 5 литров и примерно был... Ну там... 0,3, наверное, да? Стакан вермикулита. Это не прям такая прям разрыхляющая добавка. Хотя, если вы видите, вот цвет, беленькие вот эти вкрапления, достаточно его много. Еще момент такой, что я все-таки сторонник немножко подстраховаться, и сюда же еще бабахнет мой... Знаете, что бабахнет? Древесный уголь. Обычно я использую древесный уголь мелкой фракции, он прям совсем как пыль. А здесь, ну, это опять же сады аурики, мне кажется, да, Академия цветоводства. У них есть древесный уголь в более крупной фракции. И вот этот уголь в более крупной фракции, он заодно мне будет еще и разрыхляющей добавкой. Вместе с этим помню о том, что нужно будет постоянно поддерживать грунт во влажном состоянии, но не перевлажненным, да? И вот вдруг, если я его перевлажню, древесный уголь поможет мне избежать возникновения каких-то гнилостных процессов в корнях, в грунте. То есть это такой природный буфер, который позволит и лишнюю влагу убрать, и кислороду доступ дать, и, если что, остановить развитие какой-то патогенной микрофлоры. Уголь обладает бактерицидным эффектом, он обладает абсорбирующим эффектом. Слушайте, ну люди уголь-то употребляют, если что, да, в случае отравления, то почему бы не подстраховаться и для растений. Итак, после того, как... Здесь я надену перчатки, чтобы зря не пачкать руки. После того, как составили грунт, насыпали на дно нашего горшка дренаж, нам нужно сначала вытащить из его родного горшочка растения. Удобнее, конечно, доставать вот этих пластиковых магазинных горшков, вот так вот немножко помяли. Кстати, тут что-то написано, потом почитаем. Помяли его немножко, чтобы грунт отошел от стенок горшка. И потом аккуратненько, с сохранением земляного кома, как я рекомендовал вначале, вытаскиваем его отсюда. Вот так вот. Что хочу сразу сказать. Во-первых, мы видим, что горшочек-то был полный, да, и пересадка происходит своевременно. Плюс в грунте есть вкрапления каких-то там белых веществ. Я думаю, это тоже что-то влагоудерживающее. Хотя, мне кажется, есть какие-то пополновения и на плесени. Трудно сказать. Итак, не повреждая земляной ком, теперь мы это растение ставим на новый метод. Знаете как? Сейчас. Сначала нужно на дренаж насыпать немножко грунта. Просто так с дренаж стекать корнями не стоит. Чуть-чуть буквально. Теперь ставится растение. Старайтесь всегда растение располагать по центру горшка и вертикально. И после того, как его поставили на новое место, осталось просто подсыпать грунт по периметру. Если помните, я говорю о важности рыхлости грунта для околотеи. Поэтому не старайтесь прям сильно его как-то уплотнять. Грунт, на самом деле, еще когда вы будете его поливать, он немножечко сам еще дополнительно уплотнится. Грунты на основе торфа очень здорово уплотняются. Примерно процентов на 20 от своего объема. Что касается Калатейнефер. Еще почему я хочу сказать, что это растение интересное. По мнению, скажем так, людей, занимающихся разведением растений, профессиональных участников рынка, компаний, занимающихся озеленением, причем не только в России, я уже неоднократно сталкивался с такой информацией, что Калатейнетворк или Мозаик одна из самых неприхотливых Калатей. То есть, если вы хотите попробовать себя в Калатееводстве, то Калатея Мозаик это растение, с которого можно начать такие эксперименты. То есть, достаточно оно, как я уже сказал, в уходе капризненькое отчасти. И если вы хотите поэкспериментировать с семейством Морантовых, то Калатейнетворк это растение, которое простит вам большее количество ошибок, чем, например, тот же самый Триколор, Триастар. Потому что я с ней не знаю, что с ней делать. У меня здесь влажность хорошая. Я ее не стал зимой пересаживать. Я ее регулярно опрыскиваю. Она сидит в горшке с дырками, а я очень плохо отношусь к горшкам с дырками. И я ее поливаю, честно говоря, редко. И она у меня регулярно с сухими кончиками. Они хотя и были, когда я купил, но я вижу, что их становится больше. То есть, если вы используете горшок просто обычный с дыркой с блюдцами, то четко нужно придерживаться графика этого. Зимой минимум раз в неделю, а в теплое время года минимум два раза в неделю. Сейчас начало апреля и где-то я, видимо, упустил этот переход немножко с зимы на лето. Плюс у меня здесь тепло и влажно. Она могла раньше вернуться уже к какому-то летнему ритму жизни. И у меня всего два новых листа на ней вылезло. Я смог на ней обнаружить. И старые. Старые листья я вижу, очевидно, становятся хуже. То есть я все-таки буду ее сейчас в ближайшее время пересаживать, подбирать ей новое место и попытаюсь понять, как можно сделать так, чтобы на ней было меньше поврежденных листьев. Кстати, помятую о бумажке, которая тут есть. Написано, что это растение, которое очищает кислород, очищает воздух. То, что оно закрывает, закрывает листья. Это такое известное. То есть растение семейства марантовых. Их называют молитвенными растениями. Потому что есть так называемый процесс ногтенастия. Это явление, когда растения следуют за источником света. Несмотря на то, что они живут в природе в подлеске, в нижнем ярусе, и прямой солнечный свет на их обычно не попадает, но все-таки они понимают, где находится источник света. И в течение дня листья движутся за солнышком, вращаются. Более того, когда солнце садится, листья поднимаются. Калатэ с утра опять перенимается. Получается, она постоянно делает такие поклоны. Из вот этой назвали ее молитвенным растением. Явление ногтенастия достаточно распространенное. И самый ярый поборник этого явления, скорее всего, подсолнух, который целый день за солнышком так и крутится. Виной тому листовая подушечка. Это такое небольшое утолщение в основании листа, которое отвечает за то, куда лист смотрит. Она этот лист поворачивает в течение дня туда, куда ей нужно. Если вы немножечко заливаете калатэ, и немножечко у вас, допустим, повезло вам, очень высокий уровень влажности, калатэ иногда может сбрасывать лишнюю влагу и выводить через листья. Она как плакучая его. С нижней части листа иногда скатывается капелька-другая. Если вы замечаете подобное явление, значит, вы чуть-чуть больше, чем нужно, ее поливаете. Но, может быть, это просто первый сигнал. То есть, если ничего гнить не начинает, пока придерживайтесь текущего графика. Если видите, что она регулярно плачет, много и обильно, ну, немножко сократите полив. Вот. Вот это все, что я хотел рассказать про калатэ. Бумажка ничего нового не проявила. Называется easy care. У нее идет легкое в уходе. Кто составлял эту бумажку, я прям не знаю. Человек, который написал, что калатэ это легкое в уходе растение, и это просто шулер какой-то. Это не так. Но, грунт провалился, нормально все. Вот такое получилось, короткое. Я надеюсь, информативное видео про калатэ. Так, запомните. Калатэ это растение декоративно. Прямо в явном виде декоративно. Красивое-красивое растение семейства Марантова, как и все остальные растения в этом семействе. Декоративно-лиственное. Оно любит северное окно. Кстати, если у вас северное окно, это отличный выбор. Калатэ можно ставить прямо на подоконник северного окна. Там ей будет самое идеальное место. Это одно из немногих растений, которое отлично живет на северном окне. Но на этом же самом северном окне у вас должно быть тепло, сыра постоянно, влажность высокая. И вы должны регулярно ее поливать. Не забывайте это делать. Ее нужно отпрыскивать. В теплое время года подкармливать. Зимой поливать немножко меньше. И она будет красиво. Так это в связи с ее ногтенастей. Она будет листьев поднимать, опускать, двигаться куда-то, пытаться за тучами гоняться. Смотрится достаточно интересно. Даже вот какие-то... Когда листьев много, допустим, как у этой, и даже слышно, как она ими шевелит. И это прям вот звук незабываемый. Действительно такой и есть эффект. Вот. Все. На этом заканчиваем наше видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я смотрю за статистикой. И обратю внимание, что регулярно мои видео смотрят 30 тысяч человек. Причем эти же самые 30 тысяч просматривают 50 тысяч видео. То есть в среднем один человек смотрит чуть-чуть больше, чем полтора видео, да? Твоего ролика. А подписано всего 7. Куда делись еще 23? Почти три четверти от смотрящих. Остается только гадать. При том, что вы смотрите полтора видео в месяц. Да? То есть и не подписываетесь. Это, в общем-то, демотивирует меня на создание новых видео. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться. Я буду прям видеть, что вы... Это такой фидбэк, да? Обратная связь. Я буду видеть, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, комментируете. И это будет, конечно, мотивировать меня на создание новых видео. Еще я немножечко, конечно, я хоть и в прошлом году говорил, что я убрал всю эту рекламу, потому что нафиг она не нужна, денег не приносит. Действительно, реклама на YouTube не приносит денег. Но, если включить рекламу, YouTube чаще рекомендует это видео. Больше просмотров, больше подписчиков. На некоторых своих видео я сейчас действительно включил рекламу. Как и раньше, это не приносит денег. Ну, там, 10-15 рублей в день, наверное, это приносит. Но это не те деньги. Даже на одну квоты не хватит за месяц. Вот. Но это помогает не мне, а скорее YouTube, выше ранжировать подобные видео и чаще показывать их потенциальным зрителям. Соответственно, растет зрительская аудитория. А это хорошо. Чем больше людей нас смотрит, тем больше новых видео я делаю. Ладно, все, я утомил. Спасибо, что досмотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!